начинаем диагностику этого монстра первый запуск оба эскаватор полностью в нашем оснижение на два-три часа поэтому проверяем замок поменяли 10 тысяч да развелся хорошо я вам скажу какой-то глюк у зас даже ошибку тахометр и заработал даже кондиционер здесь шел и и и и и и и и и Так, давайте я ознакомлю вас С состоянием задней стрелы Каретка Начнем от каретки, видно, что каретка подкрашена Ну, прям баллончиком Вот так, сверху Ну, просто вот баллончиком Подкрашена вот так Но, каретка от четырех болтов С всех сторон Видно, да? Треснуто Прямо со всех четырех сторон Прямо со всех четырех Вот так Тресины С трех столов Этот гидроцилиндр поворота Заменен Видно, что заменена Вот шток, приварен был Второй Гидроцилиндр оригинальный, но он подтекает Рукава Здесь они вроде бы изначально идут ровно Пару, да? Вот здесь даже на таких крепления два стоят Но Все-таки здесь Достаточно много колхоза есть Я не знаю До что вот этот шланг идет На Не знаю, на что этот шланг идет На замок или не знаю Потому что у данного экскаватора Он оснащался даже Гидрористическим быстросъемом Оборудованием То есть ковша Так, идем дальше Больше так трещин я не заметил Никаких больше нету Гидроцилиндр подъема стрелы Гидрозамок рабочий Потому что у нас стрела не опускается И рукой так же С гидрозамком Тоже рукой не опускается Как я его поднял Так он и стоит Это хорошо С этой, с правой стороны У нас присутствует еще Гидроцилиндр поворота То есть робот поворота стрелы Он подтекает Но таких-то ударов по штоку Никаких особо нету Рабочий шток Рабочий гидроцилиндр Но подтекает Так Рукава вроде бы штатно Еще крепление Идем дальше 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 Болты на телескопе Закручены до конца То есть регулировать Здесь больше ничего нету Направляющий под замену Сто процентов Здесь одна трубка есть Вторая она вот порвана Вот в таком состоянии Должно быть вот здесь Она должна быть здесь вот так Как и это Так По телескопу Сейчас я вытеру Покажу вам износ Данный гидроцилиндр Видно, что ремонтировали Но он сопливит Он сопливит Подтекает потихонечку Раскроем потом Шток до конца И покажу Есть ли на нем Повреждения Вот гидроцилиндр Есть уже Я вижу, что есть Гидроцилиндр На быстросеме Вот так он выглядит Тоже хорошая тема Не знаю Пусть отключили Видит рукава Сломались Так, ковш В очень Плачевном состоянии Прям в очень Щель такая Что не то, что песок А шибенка будет сыпаться То есть Этому ковшу Уже, наверное Даже стараться Не подойдет Уже, наверное Только замена Вот такие усиления Коронки переварены Тут уже Электроды Устали Привариваться К этому Ковшу Поэтому Ковш только Вызамен Но быстро Визуально Очень мощно Так выглядит То есть Торщина металла Вот такая Вот думаю Здесь Где-то 4-5 сантиметров Торщина Стали Не то, что На наши Быстросемы Которые делаются В России Этот Быстросем Наверное Весит 200 килограмм Если не больше Так Попробую Сейчас люфтики Здесь покажу И на Поворот на Гидроцилиндр Обратно Там масло Потекает Когда он Толкает И здесь Люфт огромный А ну Левочек Покажи Стой Покажешь Какой Свободный Ход Я сказал Метр Левочек Больше Даже Поторкни Вправо Полтора метра Или два метра Наверное Да Ну а что Лёш На большой стройке Два метра Туда-сюда Ни на что Не влияет Работать будет Будет Идем дальше Здесь все разбито У нас Кошевой узел Прям Опять Все дело Выбить Вот здесь Все перескуливают Все восстанавливают Этот Детали Эти бананы Вон Такие зазоры На цилиндр На сток Огромные Попреждения Огромная Замена Что-то Сейчас Хочу Померить Какая длина Угу стрелы Вот Этой Видно Угу стрела Робот Потому что Такое ощущение Что стрела Здесь длиннее Обычного Мерим Отсюда Анкарет 460 Этот болт 460 И до кромки ковша Оставь 320 460 Плюс 320 Это получается У нас 460 Плюс 320 Это Длина стрелы От направляющих Эскаватора До кромки Ковша Это сколько Получается Напишите В комментарии Длинная ли эта стрела Стандартная Или длиннее всех Продолжение следует... 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 лили сейчас ну литра два воды литра два не знаю замерзет на зимой санфриза вместе не замерзнет но может и замерзнет поэтому рисковать не нужно жидкости меняются по умолчанию даже если они выглядят визуально хорошо весь не 5 нужно быть 210 практически нормально весь в электрике у нас визуально никаких следов повреждений нету кроме вот здесь добавочный кабель стоит какой-то нештабный а так визуально повреждений нет никаких не сгоревшая плата какие стыдов нету давление 35 вы двигатели покажу пока кабину так на бывает целая пока царапин нету здесь у нас блок управления коробки не ровно стоит с наклона не знаю ничего не стоит переключить но может быть такое что сам оператор его повернул потому что что вот здесь его дом не было ходить потому что когда он стоит вот так часто как правильно цепляешься сюда на он ударяешься такой так жидкость маска тормозной в норме полосил краповой проверить электрическую систему визуально здесь и здесь посмотрел все целое надо счете кнопки проверить на наличие работоспособность торчник не работает люфт вот такой ну в принципе это небольшой это небольшой люфт работает монтофон отсутствует потолок он весел очень грязный ну видно не значит потекала вода как будто здесь это у нас управление гидравийской быстросъемом ну так как его его нету у нас естественно ничего не работает это у нас педаль на управление углом стрелы то есть справа влево это как бы система робот здесь у нас джойстики потекают в принципе это джо страшно устраняется здесь ножка разбиты резинки на триггерах на флажках и здесь порвано кусок пластика отсутствует джойстики не отодвигаются не регулируется видимо они заклинены то есть они вот этими рычагами должны вот себе она себя регулируется кнопки управления телескопом режим гидравлики включение гидравлики так это у нас на стену common rail дворник замок стрелы каретка за нерабочий свет замок или не стрелы плавающий кстати работает заводской это сигнал не знаю почему черепаха и рабочий свет у нас здесь показывал что есть конца не на самом деле конца не ранее то ну и печка управление печки вручной газ ручник и ремень безопасность люфт гидроцилиндры открывание челюсти и гидроцилиндры подтекают с двух сторон с этой стороны надо отсутствовать защитный кожух на гидроцилиндр люфты имеется и здесь в походочных месте и в штоке то есть везде понемножку и здесь самой челюсти где содержится с ковшом так по поводу ковша снизу ковш у нас имеет большой износ вот все вот это все согнуто вырвано ну такое состояние то есть нижняя часть нужно восстановить во все полностью он изношен нож в одном месте прям порван и согнута вот эта часть так выглядит то есть нужно нуждается в направлении и нуждается в восстановлении челюсть то звенит какой большой износ работали как говорится до последнего до того когда у нас стерлась соединение двух пластин металла стерлась у нас образовался такая щель где между ними уже заполнилось все грунта это нужно восстановить так по износу снизу видно что износ большой спирте взяли и добавили вот такой кусок металла нож то есть износ ковша большой вообще вот этот нож он стоит дополнительный видно что раньше стояли коронки здесь еще взяли увеличили пи увеличили передний ковш здесь козырек поставили здесь накладки вот такие приварили но там где у нас постоянно идет износ здесь и здесь ничего не сделали поэтому мой вердикт отвал нуждается в восстановление нижняя часть и челюсть нуждается восстановление внутренняя часть на конечник угловой тяги здесь тоже угловая тяга скорей нормальная скорей правая сторона получше переди когда в общем машине соединили нуждается в замене смотрите где нас крепится задний мост кто-то взял отрезал кусок и попытался его заварить но это колхоз чистой воды тот человек у кого была такая идея вот это сделать блин как мягко сказать мягко сказать это очень плохая идея усилить я еще понимаю но такой колхозит конечно опять еще вот здесь видите тоже трещина здесь где вот это усиление идет это трещина смотрите друзья какой тут тарко поставили или как-то назовем ну ухо такое видимо откуда буксирует кого-то в принципе достаточно нормальное решение считаю что заварили неплохо такое ощущение что это сделано не в россии в россии бы так было так хорошо бы не сделали сто процентов сделали как правильно всегда колхоза настолько ломать могут чтобы что-то смотрит 3 о блин как хорошо делали не только ломать и а такое ощущение даже покрашена краской вот поэтому я думаю что это сделано в европе этот эскалатор с аустралии перехла в россии на резиновых таких накладках сидела ну распределитель конечно уже потекают и передний и задний вот так все у них устроено блок управления и так далее диск заварен и здесь и здесь гидравлический фильтр ржавый весь это можно уже думать как давно его менять триггер и вот губа сварена все равно все это люфтит и порвано таким образом очень сильно все лифтит то есть там не все аналогично нужна цех остановлений уного триггера кто-то у триггер даже потекает масло вот такой износ передней бортовая сейчас посмотрим если уровень масла вообще заднее колесо еще хуже проб открыл так сильно воняет горела масло голова заболелась даже здесь даже куски металла куски вот кусок металла большие то есть здесь что-то точно нуждается в замене внутри бортовой все вместе с открутим посмотрим красивый такой гриб это черное мороженое о чем воняет расскажу о чем о чем расскажи это мне не поверит о чем воняет глаза слезятся я не знаю чем он воняет но воняет очень сильно сгорелым маслом покрутить вперед потихоньку все хорош обратно на нововедь момент короче масло покажу вот такой она наверное наверное точно скажу что за 20000 вот все только она в таком состоянии может стать за 5000 так не почернеть сильно вот так воняло но либо здесь залито масло уже отработка прямо прямо отработка потому что так что потернела я не знаю что хорошо друзья когда гидрозамки что эскаватор от поднял и не опускается не трещит ничего гидравлика даже по сути вот этот с эти гидрозамками можно переднюю стрелу поднять и стойку безопасности можно даже не ставить потому что ну как бы нет гидрозамки стоят безопасности ты мне скажешь да не 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 стойка стоит надо ставить но я тебе скажу дружище тогда на люльках на люльках где поднимает людей там такие же гидрозамки стоят один в один и там стойки безопасности нету понимаешь поднимает там на 20 метров и держит его поэтому и то что я говорю я прав то есть если есть гидрозамки на гидроцилиндров стойка безопасности можно не ставить хотя нас здесь присутствует потому что она идет на всех эскаватор по умолчанию может быть там кто скажем так ну ставит когда на производстве эти стойки безопасности ставить всем по умолчанию а так по логике вещей то в принципе стойка безопасности не нужна вот он не опускается ничего и задних стрела держит тоже и гидроцилиндры ни одни не потихоньку и включаем вторая скорость эскаватор поцепливает конечно ну а поменяем коляпка люк Расконяется он хорошо, плавающие отрабатывать, но из-за того, что сильно разбежно, надо быстрее Режим переключаем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...